Добрый вечер! Это суть недели. Сегодня в программе. Четвертый срок Ангелы Меркель. День образования подразделения экономической безопасности в системе Министерства внутренних дел. И еще один памятный день. Это день сотрудников частных охранных агентств в России. Ангела Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. В среду, 14 марта, парламентария Бундестага переизбрали политика большинством голосов. Из 688 действительных бюллетеней за Меркель было подано 364. Вот такое незначительное большинство дает основания предполагать, что новый срок станет для нее проблемным. Партия ХДС изрядно сдала свои позиции за последние годы. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что из-за текущих проблем в Германии четвертый срок Меркель, вероятнее всего, станет последним. И канцлер постарается сделать все возможное, чтобы войти в историю своей страны. Я думаю, что Меркель не побьет рекорд правления Гельмута Коля. Она уйдет через 3,5 года в отставку. Потому что ее собственная партия больше не будет выдвигать ее на пятый срок. Немецкое общество будет против. Это ясно по социологическим исследованиям. Поэтому это ее последний срок. Она сделает все возможное, чтобы войти в историю как коль, как прежние мощные канцлеры. Она захочет закрепить за собой историческое наследие как канцлер, который выстроил еще более свободную европейскую Германию. Страну, которая действительно построена на демократических ценностях и соблюдении прав человека. Удастся ей это или нет, покажут следующие 3,5 года, которые будут очень сложными, сказал Рар. А вот как он описал проблемы, с которыми должна столкнуться Меркель на своем посту. Европа, как мы видим, расшатывается. Наблюдается очень сильное укрепление позиций права. Есть очень много недовольных политикой побеженцев. Колоссальные трения с Америкой. Меркель, как лидеру Европы, придется противостоять торговой войне. Улаживать ситуацию с Украиной. Договариваться со всеми сторонами. Нужно будет найти способ, как вернуть Россию в Европу, а не выталкивать ее оттуда. Для этого нужно будет вести очень сложные переговоры внутри Европейского Союза, где некоторые государства придерживаются антироссийской позиции. Помимо этого есть вопросы терроризма, которые в том году не сильно коснулись Германии, но в любой момент могут возникнуть. Есть проблемы миграции, которые до сих пор не решены. В самой стране экономическая ситуация хорошая, но вокруг Германии она ухудшается. И это все колоссальные задачи, считает Александр Рар. Ангела Меркель оказалась в первых строчках антирейтинга немецких политиков. Гражданское общество ФРГ ждет прихода новых лиц на политическую арену страны, поскольку нынешние чиновники уже подпортили свой имидж, открыв границы для беженцев. Пост канцлера Ангела Меркель заняла в 2005 году, войдя в историю как первая женщина на такой высокой государственной должности. Канцлер ФРГ избирается сроком на 4 года. Прекратить его полномочия досрочно можно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия. Именно канцлер определяет политический курс Германии и назначает федеральных министров страны. Как долго усидит в своем кресле фрау-канцелярин, сегодня сказать трудно. Возможно, ей придется уйти даже раньше, чем предполагает господин Рар. На этой неделе день образования подразделений экономической безопасности в системе МВД. Сегодня это, наверное, самое важное подразделение в полиции. В его руках экономическое здоровье нашей страны. А от того, насколько здорова наша экономика, зависит все. Инвестиционная привлекательность, конкурентность рынков, ликвидация коррупционной ренты и, как результат, наше с вами благосостояние, наконец. Вот о том, что для этого делает МВД по республике Татарстан, нам расскажет исполняющий обязанности заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике подполковник полиции Ренат Касимович Акчурин. Скажите, как вот в новой экономической реальности, она у нас обновляется каждый год, каждый день практически, как в этой реальности, часто меняющейся и такой, порой для нас, для обывателей, несправедливой и неприятной, как себя чувствует ваша служба? Наша служба сейчас стоит на страже этой экономики. Мы боремся с теми, кто подрывает экономику Российской Федерации, в частности, здесь у нас в республике Татарстан, с коррупционерами, с налогнеплательщиками, то есть мы выявляем и налоговые преступления после присоединения к нам налоговой полиции. Помимо этого, спектр задач, возложенных на службу, очень широк, начиная от самой главной задачи, борьбы с коррупцией и защитой бюджетных средств всех уровней, неважно, федеральный, муниципальный или какой еще бюджет, заканчивая выявлением нелегального производства избыток алкогольной продукции. И пресечение деятельности... То есть борьба с контрафактом тоже вообще? Контрафактом, обязательно, в полной мере, не только с алкоголем, а... Есть очень хороший пример выявленных преступлений. Была задержана группа преступников, которые на территории Актанышского района республики добывали, незаконно добывали рыбу и раков, и реализовывали. Значит, данный продукт уходил вплоть до Москвы. Вот. Очень много интересных уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Уголовные дела по фальшивомонетничеству. Вот недавно была задержана группа лиц, которые реализовывали, значит, на территории республики и в других республиках поддельные пятитысячные купюры. Добавилось к нам сфер высоких технологий. Вы знаете, очень много преступлений на сегодняшний момент совершается именно в интернете, с телефона, в сети. Мы занимаемся этими преступлениями. Очень такой, скажем, большой пласт преступлений в социальной сфере. Это обязательно здравоохранение, образование, последние уголовные дела, задержания которых, говорят средства массовой информации, тоже говорит о том, что работа в данном направлении идет. И наша республика нефтяная. Естественно, мы не можем обойти эту отрасль. У нас есть специализированный отдел по выявлению преступлений в сфере ТЭК, то есть топливно-энергетического комплекса. Это нефть и газ, энергетика. Было очень много задержаний врезчиков, которые врезаются. Ну да, это такое самое простое преступление в сфере ТЭК. Ну нет, и по заправочным станциям, когда была выявлена организована преступная группа, которая организовала сбыт, незаконный сбыт ворованного и переработанного нефти в бензин на некоторых автозаправочных. А переработка поди кустарная. Да, конечно. То есть машины нам попортили. Да, да, да. То есть, как я уже сказал, спектр задач, возложенных сегодня на наш служб, это я еще не все назвал. Слушай, ну вы как разрослись-то, я даже не подозревал. То есть у вас теперь вся наша жизнь в ваших руках получается. То есть от контрафакта до фальшивомонетничества, включая топливо-энергетический комплекс. Но вы еще не назвали, наверное, ЖКХ. Ну обязательно, как обязательно. Вообще это понятно. Да, да, ЖКХ. Игорка еще вот. Игорный бизнес тоже ваш? Да, незаконный игорный бизнес. Конечно, выявление подпольных игорных заведений, казино, салонов. Это тоже люди не наиграются еще. Просто удивительно. Мы сами удивляемся. Вы знаете, когда заходим и обнаруживаем, что забиты залы. Леонид Косимович, такой вот, может, несколько неудобный вопрос. А что у нас делается в области таких вот высших должностных лиц? У нас ведь не секрет, что вот эта вот низовая коррупция, она, конечно, беспокоит. Она мешает жить, портит настроение. Но все-таки она не определяет, скажем так, нашу жизнь. Ну, доктору там сунули денег в больнички, еще чего-то. Это все мелочи. Ну, то есть бытовая коррупция вас не интересует? Нет, ну как не интересует? Она есть, она никуда не денешься. Вы понимаете, она... А что вот по верхам? Есть такие дела? Есть, конечно, есть. 400 преступлений против государства, государственной власти, интересов государства было выявлено за 2017 год. То есть это уже верхний шланг? Да, это практически глава 30-я Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, взятка. 111 фактов взятничества. Из которых 15 совершены в крупном, особо крупном размере. Это свыше миллиона, свыше 6 миллионов тысяч. То есть у нас есть такие факты, когда люди берут взятки свыше 6 миллионов рублей. Скажите, Ренат Костянович, вот можно как-то в деньгах, уж извините за такое вульгарное предложение, измерить деятельность вашей службы? То есть вот за 2017, 2016 день, сколько вы денег вернули государству? Я могу сказать, вот сумма установленного материального ущерба за 2017 год, нанесенный как бюджету, так и гражданам, составила 3 миллиарда 669 миллионов рублей. Из этой суммы на сегодняшний день, обеспеченного возмещением, то есть возмещено 80%. И это, вот знаете, 80%. Остальные, скажем так, средства, они находятся в рамках уголовных дел. Ведь когда считается возмещен ущерб? Когда состоялся суд, когда вынесен приговор, и суд сказал, кому как что возместить. Да, если есть из чего возмещение. Да, если есть из чего. Ну, наша задача обеспечить возмещение, найти те средства, которые... Наложить арест. Обязательно. Не просто выявить преступление, посадить человека, а именно найти те украденные средства. Я считаю, что это основная задача. Найти те средства, обеспечить возмещение, чтобы в суду действительно было на что накладывать арест и кому что-то возмещать. Так вот, я хочу сказать, что по Российской Федерации на данном моменте мы на первом месте. Если взять по России, всего 51%. Как я боюсь этого нашего татарстанского первого места. Мы везде на первом месте. Нет, мы не гонимся. В данном случае мы не гонимся. Мы просто работаем. Вы знаете, я вроде бы человек, неплохо знающий систему МВД, но вот в разговоре с вами в ужасе убеждаюсь, что вообще куда ни копни, везде ваша сфера ответственности. То есть, вот сейчас вопрос хотел задать. К банкам сейчас у вас, наверное, особое отношение в связи с этим? Ну, естественно, мы стараемся играть на опережение. Насколько нам позволяет закон об оперативно-рискновенной деятельности. Ну, я думаю, что позволяет. Мы занимаемся оперативной работой, и если действительно есть информация, то мы ее реализовываем. То есть, к банкам внимание должно быть сейчас повышенное? Обязательно, конечно. Потому что это инструменты для вывода денег, это все, что угодно. А самое главное, что оставляют наших людей ни с чем практически. Да, Наткосимович, разговор с вами, конечно, может быть бесконечным, потому что, ну, на самом деле, служба у вас такая. Вам повезло. Служба у вас такая, что вот нет такого, нет такого участка нашей жизни, куда бы вы... На сегодняшний день все связано с экономикой. Все связано с экономикой. Даже те бандиты, которые в 90-х бегали с арматурами, они ушли в реальный бизнес. Да, да. Поэтому все связано с экономикой. Реальные пацаны ушли в реальный бизнес. И нам приходится... И вот приходится констатировать тот факт, что, к сожалению, все сферы экономики, они пронизаны коррупционными рисками. Я не говорю, что кругом взяточники. Нет. Но вот эти коррупционные риски, они есть везде. Везде есть возможность дать, везде есть возможность взять. И вот выбор каждого человека, клюнуть на этот риск или нет. Или остаться честным человеком. Ну что ж, Леонид Васильевич, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что наши зрители немножко поняли, что это за служба, чем она занимается, и каким образом она нас с вами всех защищает от коррупционного производства. Если вы позволите, пользуясь случаем, у нас был праздник, 81-й годовщина со дня создания нашей службы в структуре Министерства внутренних дел, службы БХСС, службы УБЭП, службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Действительно, 81 год на страже экономики Республики, на страже экономики Российской Федерации. Я хочу поздравить всех сотрудников, которые причастны к этой службе, работают, особенно пенсионеров, тех, кто уже отдал и продолжает отдавать долг гражданам, государству, участвуя в жизни, уже даже как пенсионеру, участвуя в жизни нашего подразделения, приходя, помогая. Я хочу всех поздравить с праздником, пожелать счастья, здоровья, достатка и, самое главное, спокойствия в семье, чтобы ваши близкие всегда были рядом с вами. И вот эта книжка, которую мы сегодня принесли на программу, хотим подарить вам ее, рассказывает про историю этой службы. Эта книга как раз о тех людях, которые в свое время без страха защищали экономику Республики, экономику страны. Как раньше говорили, без страха и упрека. Без страха и упрека, да. Спасибо вам, Ренат Косимович. Спасибо. Еще раз самое искреннее поздравление вашей службе. Спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. Ну, а сейчас реклама. Еще одна дата этой недели. День частных охранных агентств в России. Об этом малоизвестном широкой публике бизнесе мы сейчас поговорим с руководителем группы охранных организаций Сергеем Анатольевичем Толстых. Как вот сегодня выглядит охранный бизнес в России, в Казани, в Татарстане? Какую нишу он занял? Я ведь понимаю, что вы какую-то часть отняли дел от управления вневедомственной охраной МВД. Вот какую нишу занимают сегодня частные охранные предприятия, ну, скажем, в нашей республике? Насчет количества охранных структур по Республике Татарстан, их действительно очень много. На сегодняшний момент около 650 организаций зарегистрированы в Республике Татарстан. Если брать только по городу Казань, их около 450. Очень много. Это действительно очень колоссальная цифра, но я прошу вас, не пугайтесь. Фактическую деятельность из этой большой массы, именно масса, хочу подчеркнуть это слово, в деятельность ведут чуть более 70-80 организаций. И качественные соотношения этих организаций, они довольно-таки очень разнятся. Могу объяснить это подходом руководителей, в первую очередь, по поводу их профилированности, чем они занимаются и в каких сферах они задействованы. Что касается охранных предприятий, они ведь не на виду в основном, кроме некоторых сфер охраны. И вот именно эти сферы вызывают массу нареканий у прессы, у граждан. Это, я имею в виду, те охранные структуры, которые охраняют магазины, торговые центры. Там стоят охранники с палками резиновыми. Даже не стоят они с палками резиновыми, потому что в большей части своей, люди, которые находятся в магазинах, это даже не охранники. Это, скорее всего, нанятые люди по трудовому закону. То есть, они без лицензии? Абсолютно. Вы правы. Это законно? Ну, понимаете, законодательство у нас, к сожалению, позволяет иметь такой штат, как контролеров. А на днях мы даже в одной из частных охранных организаций узнали то, что существует такая должность не контролера, а учетчик. Я даже такое слово интересную не слышал. И он в камуфляже? Он не в камуфляже, он вообще был без каких-то опознавательных знаков. Это в Зеленодольском районе у нас был такой случай. Но мы на него не будем застрашивать. Но просто я говорю, насколько фантазии хватает у руководителей, настолько они... То есть, те люди, которых мы видим в магазинах, в больших супермаркетах, это могут быть и не охранники. Правильно говорить. Слово значимое будет в данной ситуации. Могут. Ну, как правило, да. Потому что я вам объясню. Давайте исходить из экономических базисов. Если вы хотите видеть приятного на внешний вид мужчин с хорошей физической подготовкой, в отличной амуниции, который может красиво вам объяснить, ответить на ваши вопросы и оказать вам профессиональную помощь, в том числе и медицинскую, то этот человек должен нормально получать зарплату. Но если готовы работать за копейки, за 60, за 70, за 80 рублей, и такие господа находятся... Как за 60 рублей? 60 рублей человек в час. Мы обращались... У нас был Коррадиционный совет при Росгвардии в 2017 году. Мы выносили этот вопрос. И руководство, заместитель руководителя Росгвардии нас поддержал. И поддержал, насколько я знаю, было обращение к первым лицам республики о том, чтобы определить минимальную сетку по заключению договоров. Мы должны понимать, что в первую очередь охранник это такой же гражданин Российской Федерации. Он должен получать зарплату, за это должны платиться налоги, он должен пользоваться отпусками и так далее, всеми благами. Не же минимальная, а минимальная заработная плата у нас на сегодняшний момент 9500 рублей. Но скажите, пожалуйста, кто из вас пойдет за 9500 рублей работать? Не знаю, может быть, кто-то не пойдет. Нет, не пойдет. Григорий, давайте говорить откровенно. Вы же позвали меня откровенно. Ну да, нет, конечно. Ну мало ли у людей разных обстоятельств, что бывает. Но вы же хотите видеть красивых молодых подтянутых? Мы вообще хотим видеть, чтобы все было хорошо. Но за 9500 хорошо не будет. Не будет. Так вот, если брать ценовую политику сейчас, я хотел бы воспользоваться случаем и сказать правду, то, что опять-таки на 2018 году лагеря и частично в городе Казани, за пределами Казани будут охраняться опять лицами, которые будут не соответствовать требованиям охраны. Потому что цена политика исполкованного 70 рублей, 71 рублей человек в час. Посчитайте, пожалуйста, экономику. Имеется в виду детские лагеря? Да, детские лагеря. То есть самое дорогое, что у нас есть вообще в жизни, я считаю, это цветы наши. Это наши дети. Это самое святое, это наше будущее. Как же мы его охраняем за копейки, если там иной раз лица без определенного места жительства их охраняют? Ну ладно. Я не побоюсь этого слова. Я за свое слово могу ответить. Не надо. Здесь не надо. Вот у меня нет какой-то там особой огромной собственности, которую надо охранять. А просто я владелец квартиры. Мою квартиру все же обокрали. Я знаю, что у нее ведомственная охрана несет материальную ответственность. А частная охрана... Здесь, наверное, как любой здравомышлящий гражданин, прежде чем вы будете заключать договор, вы, наверное, посмотрите ответственность сторон. Ну, конечно же, любая охранная организация, личник, я бы как гражданин, не подписался никогда в заключении договора, если нет каких-то гарантий ответственности. Зачем такая охрана нужна? Ну, например, если я в вашей студии, я про себя, про свою организацию скажу, мы застрахованы, у нас минимально ответственность на 12 миллионов. То есть вы застраховали свою профессиональную ответственность? Ну, вообще-то подзаконодательство это обязано. Не только застраховать свою ответственность гражданскую, но и застраховать всех своих сотрудников по их нежизнему здоровью. Это обязанность по закону. Это обязанность работодателей. И все частные охраны предприятия... Конечно, это должны делать. Но, к сожалению, далеко это не все делают. К сожалению, это далеко не все делают. Поэтому при заключении договора обратите внимание, с чем могут подтвердить свою платежеспособность ваши предполаганные исполнители. Это важно, кстати, потому что я, например, не знал об обязательном страховании. Обязательно должно страховаться. Я понимаю, что государство ответит, если там, допустим, не ведомственная охрана. Там есть чем отвечать. Но ведь в этом-то и складывается репутация, понимаете? То есть, если ты оказываешь услуги, ты должен полный перечень. И свои риски все должны тоже закладывать. И клиент, который идет к себе, он должен быть уверен, что ты ему окажешь добросовестные, качественные услуги, квалифицированные. И не дай бог, что ты сможешь за свои действия некомпетентно по тем или иным причинам ответить рублем. Что нужно наиболее важно. Ну, не только некомпетентные, всяко может быть, ситуация может сложиться. Ну да, могут быть и форс-мозорные. Но форс-мозорные обстоятельства, они, как правило, по договору исключают ответственность. И последний вопрос задам. Если сравнить по количеству краш из охраняемых объектов, кто лидирует? Частное предприятие или неоднократная охрана? Я вам такую статистику не могу привести, потому что я просто не владею по статистике краш, совершенных на объектах под контролем Росгвардии. Ну да. Естественно, случается случай, наверное, краш. Если вы имеете пропультовую охрану, иметь в виду. У меня таких цифр тоже на сегодняшний момент нет. Потому что никто не хочет афишировать то, что на его объекте какой-то был ЧП. Но случается. Ну, я предполагаю, что да. К сожалению, я хотел бы все-таки подчеркнуть, что, опять-таки, обратите внимание, сотрудники вне ведомства охраны ездят минимум по три сотрудника охраны. Один водитель, один вооруженный сотрудник и один человек-страховщик. В большей части на сегодняшний момент экипажа патрульных служб, они не имеют такое количество охранников. К сожалению. А частные охраны предприятия? Я про них и говорю. А, про них говорите. Не имею такое количество. Вот это минус. Понятно. Спасибо, Сергей, что пришли. Интересный был разговор. Я надеюсь, что многие наши зрители, послушав нас с вами, вот нашу беседу, они как бы сделают выводы, я надеюсь, о том, что охранять свое имущество все-таки надо. Но и о том, что какие преимущества есть у тех или иных видов охраны. Я вас благодарю и надеюсь, что праздник, хотя он и неофициальный, отпразднован был на этой неделе достойно. Я надеюсь, что... Без потерь. А, вот это очень важно. Без потерь. Отпраздновать без потерь. Спасибо вам. Это все на сегодня. Удачи вам. И до следующей субботы. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok